здравствуйте всем сегодня мы продолжим с вами и закончим наш разговор о эпохе дворцовых переворотов который начали рассуждать неделю назад на прошлом занятии на прошлом нашей встречи мы достаточно подробно характеризовали ситуацию с правителями этого периода времени до напоминаю что эпоха дворцовых переворотов это такое довольно условное понятие для периода времени от смерти петра первого до вступления на престол екатерины второй и посмотрели как в условиях явно слабых фигур на престоле каждый из них до слабой было по-своему далеко не все они как уже говорилось на прошлом занятии приходили к власти результате собственно дворцовых переворотов посмотрели как в условиях длительного до нахождения на престоле откровенно слабых фигур власть реальная власть стране несмотря на сохранение самодержавного абсолютизма смещалась несколько вниз да вот группу выдвиженцев временщиков на образовывавших различные учреждения типа верховного тайного совета кабинета министров на и в 1730 году даже верховный тайный совет попытался самодержавие в россии ограничить попытка это была неудачной да но тем не менее ситуация после 1730 года мало изменилась по-прежнему реальной властью в стране обладают но тут такая олигархия высших сановников близких к престолу людей а вот однако группа это раздирается да вот взаимными противоречиями ослабляется борьбой с фаворитами фаворитом в общем-то ограничение царской власти невыгодно они следят за тем чтобы прерогативы даже слабых самодержавцев оставались за ними вот ну и остановились мы на вот таком вот слайде который в целом и иллюстрирует да вот механизм основной пожалуй механизм политической жизни в россии в эпоху дворцовых переворотов когда в случае возникновения каких-то серьезных политических кризисов неважно вызваны они сменой фигуры на престоле или борьбой временщиков друг с другом на при возникновении до тяжелых политических кризисов реальная власть ненадолго ненадолго но смещается еще ниже от временщиков она переходит в руки гвардии гвардии как основному инструменту разрешения этих самых политических кризисов на вот давайте несколько слов скажем подробнее да о том что представляли собой вот эти гвардейские полки само название все таки правильная лейт гвардия именно так официальное название этих полков звучало их часто называют просто гвардейскими да это не совсем верно собственно это словосочетание лейт гвардия оба корня заимствованы из европейских языков можно перевести нужно переводить на русский язык как телохранители тело по-немецкой до гвардия это охрана стража много во многих европейских языках слово имеет такое значение восходит еще к латинским корням вот и собственно как таковыми телохранителями может быть лейт гвардейцев называть не совсем правильно но именно в охране личности государя охране императорского двора и заключалась основная функция данных военных подразделений начиная с формирования двух первых гвардейских полков да а вот первые два гвардейских пехотных полка это преображенцы и семеновцы знаменитые да еще при петре первом созданные вспоминаете так называемые потешные да еще полки петра первого из которых вот со временем получила развитие вот это лейт гвардия петровская на при ане и ановне были добавлены еще два гвардейских полка измайловский также пехотные как и преображенский и семеновский и конный или конно-гвардейский полк все эти четыре полка они на постоянной основе квартировали в санкт-петербурге собственно слободы да вот целые слободы были созданы в петербурге этих полков где располагались казармы ипподромы плацы вся необходимая для военных подразделений инфраструктура так вот слободы этих полков в включая там парковые церкви например они составляли значительную часть города вот если мы на петербург восемнадцатого века да на скажем планы санкт-петербурга восемнадцатого века посмотрим на то были конечно разные здесь кварталы были там литейный квартал да сенной квартал адмиралтейская страна на тоже была достаточно впечатляющая если обычный армейский полк насчитывал немногим более тысячи человек на то гвардейские полки насчитывали две с половиной три тысячи человек вот то есть в общей сложности это около пятнадцати тысяч около пятнадцати тысяч включая там штат который содержал хозяйственную часть например этих полков вот ну и это в общем довольно значительная часть населения города ну вот в случае отъезда императорского двора в загородные резиденции там в Петергоф или в царское село значительная часть гвардейцев следовала за ними ну вот если император или императрица да отправлялись какие-то поездки по стране в Москву например да то гвардейские полки следовали за двором сопровождали монарха и его приближенных в военных действиях в военных действиях эти полки особенно в послепетровское время участвовали редко ну вот у преображенцев и семеновцев да был свой боевой путь в годы северной войны они довольно активно участвовали в сражениях северной войны в петровскую эпоху в дальнейшем в дальнейшем да вот в послепетровское время все эти четыре полка в восемнадцатом веке ни разу именно как военные подразделения в боевых действиях участие не принимали во времена Анны Иоанновны в ходе в ходе там войны за польское наследство в ходе австро-русско-турецкой войны формировались сводные соединения на добровольческих началах гвардейцы записывались вот в такие сводные роты и батальоны в которых вместе да служили и преображенцы и семеновцы и измайловцы и конногвардейцы вот и они направлялись такие вот сводные отряды на театр военных действий но это все-таки не выступление собственно полков да и гвардейцы были лишь незначительной частью собственно армейских подразделений которые в воинах участвовали но в результате постепенно хотя и достаточно быстро собственно военное значение гвардии резко снизилась резко снизилась но если десятилетиями люди не принимают участие в боевых действиях если полк собственно армейская единица в походах военных ни в мирное ни в военное время не участвуют то конечно здесь речи о поддержании уровня боевой подготовки уже не идет зато гвардейцы активно активно очень участвовали в придворной жизни в придворной жизни да гвардия это кавалеры на балах гвардия это важный инструмент каких-то внутренних реформ так повелось еще с Петра Первого да в случае необходимости разъяснить с внушением местным властям смысл какого-либо нового импиаторского указа он направляется в регионы именно с гвардейскими командами вот из рядов гвардии часто выходили и императорские фавориты и вот эти вот временщики выдвиженцы появлялись из гвардейских из гвардейской среды неоднократно вот ну и вот как я уже сказал будучи столь внушительной столь внушительной вооруженной силой в Петербурге конечно были и другие армейские полки флотские подразделения но были полки которые несли гарнизонную службу в Петербурге за пределами города да в ближайших пригородах всегда было распортировано довольно много войск Петербург вообще особенно в 18 веке да и впоследствии в общем то тоже весьма и весьма такой милитаризированный город здесь ну даже вот физически военное составляли очень значительную часть населения да но вот в случае возникновения каких-то тяжелых политических кризисов каких-то тяжелых политических кризисов гвардия эти люди вооруженные да часто достаточно хорошо разбирающиеся в происходящих каких-то событиях да политических они ну к их помощи собственно прибегали участники да вот этих политических кризисов из числа важных сановников из числа претендентов на крестол да вот здесь такая очень колоритная да приведена картина Евгения Лансере иллюстрирующая приход к власти императрицы Елизаветы Петровны которая осуществила переворот опираясь на роту всего лишь одной из рот преображенского полка да нельзя сказать что в гвардии Елизавету Петровну поддерживали все да ей не нужно было в общем-то для осуществления переворота всех четырех гвардейских полков достаточно оказалось одной роте преображенцев да чтобы сбросить с престола броншвейскую фамилию малолетнего Иоанна Антоновича да и занять ее самостоятельно вот хотя бывали и более такие масштабные события связанные с переворотами да вот знаменитый переворот 1762 года который привел на престол Екатерину вторую там одной из составляющей этого переворота был целый в общем такой военный поход всех четырех гвардейских полков да под руководством самой Екатерины на Петербург и Ароненбаум где располагалась главная загородная резиденция в Ароненбауме императора Петра Третьего вот то есть вот это серьезная да военная сила серьезная военная сила который прибегали ключевые политические фигуры в эпоху дворцовых переворотов делала из гвардии делала из гвардии ну скажем так предавала ей очень значимую роль предавала ей очень значимую политическую роль и вот здесь я хочу обратить ваше внимание на следующий важный момент на все эти четыре гвардейских полка ну первые два повторяющие при Петре Первом были созданы они изначально имели преимущественно дворянский состав ну вот я может быть даже обращал ваше внимание несколько раньше когда мы говорили о реформах Петра Первого что даже сам государь великий преобразователь да он сдавал указы о том чтобы в гвардию принимать представителей преимущественно знатного шляхетства знатного дворянства на вот этот преимущественно дворянский состав гвардейских полков он сохранялся и впоследствии ну отчасти мы вот на следующем слайде увидим с вами почему а вот в общем то служба в гвардии была престижна и давала еще целый ряд разных преимуществ для дворян карьерных в процессе службы вот а и и хотя конечно да в гвардейских полках были выходцы и из других сословий они безусловно были да и из рекрутов в гвардию подчас направлялись люди ну исходя из физических кондиции да предпочтительно конечно в гвардии служили силачи красавцы да которые ростом вышли и могли красиво на кроуле стоять да чтобы радостно было посмотреть на них монарху но подобное знаете силачи красавцы среди дворян российских находились в достаточном количестве вот и конечно вот если мы проанализируем скажем личный состав да полков гвардии то уже в середине восемнадцатого века подавляющее большинство гвардейцев это дворяне это потомственные дворяне вот при Екатерине второй эта ситуация станет еще более выраженной во второй половине восемнадцатого века гвардейские полки на сто процентов будут дворян состоять вот и в связи с этим да вот возникает такая ну очевидная логика да вот развития событий да понятно что и монархия да мы тут не берем каких-нибудь полугодовалых Иванов Антоновичей да берем более самостоятельные все-таки фигур и вот эти временщики выдвиженцы они прекрасно понимали прекрасно понимали от кого в случае да вот возникновения какого-то политического кризиса будет зависеть их судьба зависеть она будет от гвардии да и поскольку как я уже сказал да в гвардии служили преимущественно дворяне это во многом и определяло продворянскую да такую вот очень важный это действительно момент продворянская политика 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 в интересах дворянского сословия в целом правительственных кругов России в эпоху дворцовых переворотов в эпоху дворцовых переворотов да и в целом в российском 18 веке это конечно не единственная причина да вот этой выраженно продворянской политики российских властей были и другие мы отчасти ниже о них скажем вот но заинтересованность заинтересованность властей да в поддержке гвардии в поддержке гвардии играла здесь далеко не последнюю роль вот если же говорить об интересах дворянства в чем они состояли да в 18 веке ну прежде всего в первой половине в середине 18 века то конечно же главный пожалуй да вот интерес дворянства здесь заключался в облегчении служебных театр да при петре первом при петре первом служба дворян прежде всего армейская прежде всего именно армия конечно поглощала подавляющее большинство дворянской молодежи да так вот служба дворян была обязательной с 16 лет бессрочной да только инвалидность или дряхлость могли привести к тому что дворянин отправлялся со службы в отставку ну вот причем начинали эту службу дворяне главным образом да с рядовых с рядовых да в армейских полках ну и да конечно взрослели молодые люди в восемнадцатом веке несколько раньше чем сейчас да да и жизнь продолжалась в общем то гораздо меньше если брать среднюю продолжительность жизни чем в наше время но тем не менее тем не менее конечно вот эта необходимость да с 16 лет тянуть служебную лямку в армейских полках да еще и с рядовых чинов да еще и с рядовых чинов обычно два-три года да вот молодой дворянин служил в рядовых потом еще достаточно долгое время в унтер-офицерских так называемых чинах то есть младшего обер-офицерского чина прапорщика молодой дворянин достигал отнюдь не сразу да а часто во прошествии там пяти семи лет после начала службы вот так вот эта необходимость конечно крайне тяготила крайне тяготила дворян ну и собственно дворянскую молодежь и их родителей которые заботились об интересах своих сыновей ну вот и облегчение вот этой служебной лямки облегчение службы особенно ее начало это это пожалуй ключевой интерес да дворянского сословия в первой половине середине восемнадцатого века ну было много различных способов да вот и при Петре первом уже и в эпоху дворцевых переворотов это развивалось было достаточно много да вот способов службу особенно начало ее облегчить ну допустим да вот здесь на этом слайде перечислены основные пути да вот облегчение дворянами начала своей службы практиковалась запись в службу малолетних хорошо известная да и практика когда чуть ли не сразу после рождения да дворянин мог быть записан на военную службу на военную службу понятно что физически он в полку не появляется вот но срок выслуги то идет а чины они даются исходя из срока выслуги вот но особенно конечно этот принцип работает в мирное время когда воин нет допустим большая часть царствования Елизавета Петровна были мирными да с 1743 по 1756 год Россия ни с кем не воевала да и чины в чины производились исключительно исходя из принципа срока выслуги да и в другие времена этот принцип уже естественно работал он был ключевым для военной карьеры да и к моменту когда молодой человек достигает там возраста соответствующего да у него уже выслуга такая что можно сразу начинать действительную службу в обер офицерских чинах вот ну эта практика появилась еще при Петре первом да известно немало случаев когда Петр в исключительном конечно порядке здесь был очень индивидуальный подход далеко не каждый дворянин мог позволить себе при Петре записать своего малолетнего выпуска значит на службу в армию да но для наиболее близких людей да там всяких чернышовых меньшиковых и прочих сподвижников это исключение уже при Петре делалось и примеров таких довольно много вот в дальнейшем эта практика только расширяется хотя вплоть до правления Елизаветы Петровны в общем то военное командование ведь в конечном итоге зачисление на службу зависело от военного командования да зачислял на службу полковник полковник того полка да вот в который поступал соответствующий молодой человек все это оформлялось в военной коллегии вот и в общем то армейское начальство в целом понимало да что вот широкое распространение этого явления да вот записи в службу малолетних оно ну мягко говоря отрицательно да влияет на и боеспособность подразделений да вот тут возникнет военные условия какие-то да окажется что у тебя ряд офицеров в полку малолетние да ну и как заместить то их в общем то нет некем вот ну и в целом на моральный дух тех людей которые собираются делать военную карьеру но не малолетними в службу в опале это тоже явление в общем то негативно действует поэтому военные власти стремились ну как бы не давать да вот этой записи в службу малолетних большого развития вот и она уж совсем то такое тотальное да вот всеобщее распространение получила только при Екатерине Второй вот при Екатерине Второй это самое обычное явление да что молодой дворянин начинает службу с молодых лет ну не все с самого рождения конечно но тем не менее да и годами на действительной службе не появляется а потом сразу же оказывается там в старшему интер офицерском сержантском или младшему обер офицерском это скорее уже вот общераспространенная практика в Екатерининскую эпоху до Екатерины скорее да вот это исключение хотя и тоже довольно распространенное еще одним важным способом да вот облегчить себе начало службы да и вообще карьеру была запись в гвардию вот в те самые гвардейские полки одна из причин того что гвардия это преимущественно дворяне заключается ну во первых в том что понятно образ жизни рядового какого-нибудь измайловского полка или гвардейского да и образ жизни рядового какого-нибудь смоленского пехотного полка да он очень сильно отличается да одно дело когда ты служишь в живешь там в казармах а то и на съемной квартире в Петербурге да другое дело когда ты в военном городке каком-нибудь или временном лагере на зимних квартирах в глубокой провинции находишься одно дело когда в случае возникновения войны твой полк почти гарантированно окажется на фронте да и другое когда вот как я уже говорил десятилетиями гвардейцы ни к каким боевым действиям не привлекаются ну и вообще образ жизни в столице при дворе он конечно сам по себе был достаточно привлекательным и дворяне стремились к тому чтобы их в отпрыске значит записывались на службу прежде всего в гвардии кроме того кроме того гвардия давала еще следующее очень важное преимущество да вот все помните табель оранга да в котором были расписаны все чины служебные российской империи как армейские так и флотские придворные гражданские службы или статские службы как тогда называли так вот гвардейские чины они всегда стояли особняком от прочих это была своя система военных чинов на чины гвардейские назывались так же как в обычной сухопутной армии то есть там тоже были капитаны майоры прапорщики подпоручики и так далее вот но гвардейские чины гвардейские чины да были на как бы две ступенечки две ступенечки выше чем соответствующие чины в обычной армии вот и к чему это приводило это приводило к следующему тоже вот такой довольно типичный сейчас вам обрисую путь начала службы для молодого российского дворянина в восемнадцатом веке ну тому кому повезло у кого у родителей которого связи вот это запись в начале в гвардейский полк в качестве рядового да через три тире пять лет ну хорошо через семь лет в самом худшем случае да ты уже унтер офицер да ты дослужился до сержанта гвардейского полка понятно что стать офицером гвардейского полка было крайне тяжело их всего четыре этих самых гвардейских полков да и конечно количество вакансий офицерских там очень ограничено но этого и не надо да вот будучи сержантом ты переводишься да там в возрасте скажем двадцати пяти двадцати шести лет переводишься из гвардейского полка там в обычный пехотный ну допустим тот же смоленский неважно какой смоленский пехотный полк да и сразу же прыгаешь при этом на две ступенечки выше то есть ты был сержантом допустим измайловского гвардейского полка да при переводе в смоленский пехотный полк ты становишься уже не сержантом а сразу же да без всякой выслуги становишься прапорщиком даже не прапорщиком подпоручиком прошу прощения прапорщиком это низший да вот выше чем подпоручиком ну вот вот такой вот карьерный прыжок карьерный прыжок да обеспечивал ну наряду с достаточно комфортным началом службы еще и стремительную карьеру вот это повторяю очень немаловажно было в плане привлекательности гвардии в глазах значит российского потомственного дворянства еще один способ облегчить себе начало службы это обучение в кадетских корпусах обучение в кадетских корпусах ну это особые образовательные учреждения сугубо дворянские да в кадетские корпуса не принимали выходцев из других сословий они были только для потомственной дворянской молодежи вот ну и первый кадетский корпус открылся при Анне Иоанновне в 1731 году Менихов так называемый кадетский корпус под него Анна Иоанновна отдала Менщиковский дворец да вот дворец Александра Даниловича Менщикова да ранее конфискованный в казну при его опале и ссылке в 1727 году но он вот в 1731 году был передан в ведение кадетского корпуса это был первый кадетский корпус дальше их число будет только расти при Елизавете Петровне был морской кадетский корпус учрежден артиллерийский кадетский корпус был учрежден на концу 18 века кадетских корпусов было уже восемь вот ну и в 19 веке их станет еще больше в чем смысл кадетского корпуса ну в принципе это военное училище да вот если окрубленно говорить молодые дворяне получали там очень приличное по тем временам образование собственно до начала 19 века считалось что именно в кадетских корпусах можно получить лучшее образование в России вот и выпускники кадетского корпуса учились там 6-7 лет сразу же да вот получают младшие обер офицерский чин поскольку вот сам этот процесс обучения в кадетских корпусах он засчитывается им за срок службы действительно но ну в принципе да вот военные училища и сейчас во многом действуют по этой схеме выпускники военных училищ получают младшие офицерские звания вот но начала эта система работать да вот тогда в первой половине еще 18 века изначально она была только для потомственных дворян только для потомственных дворян как только кадетские корпуса стали появляться да вот так сразу же они приобрели колоссальную популярность дворянской среде ну ну и смотрите вот все это конечно в глазах дворян очень интересно и запись службы малолетних и запись гвардию и обучение в кадетских корпусах но все это не удовлетворяло потребности сословия в целом да вот в целом дворянской молодежи было гораздо больше чем и возможностей записаться на службу в малолетнем возрасте чем вакансии в гвардейских полках чем место в кадетских корпусах вот поэтому нужны были более решительные со стороны правительства шаги навстречу дворянству вот в вопросе облегчения службы и при той же Анне Ановне обязательная служба была для дворян ограничена сроком двадцать лет в двадцать пять лет прошу прощения двадцать пять лет а на службу стали брать не шестнадцатилетнего а с двадцатилетнего возраста вот ну это очень существенный конечно шаг навстречу пожеланиям дворянства что кстати повышало очень сильно популярность правительства Анны Ановы в глазах российских дворян вот но даже и этот шаг оказался вот это недостаточным и в 1762 году Петр Третий своим манифестом освободил российских дворян от обязательной государственной службы вовсе а теперь можно было совсем не служить вот теперь можно было в любой момент выйти в отставку так собственно вот российские дворяне от этой служебной лямки возникшие при Петре Первом окончательно и бесповоротно избавились Екатерина Вторая в дальнейшем этот манифест о вольности российского дворянства Петра Третьего безусловно подтвердил вот вот вам пример не единственный да но пожалуй наиболее яркий пример про дворянской политики да последовательно про дворянской политики правительства в эпоху дворцовых переворотов вот ну и в том числе и это составляло конечно очень серьезную такую ревизию петровского наследия петровского наследия многие вот очень многие элементы наследия Петра Первого эпоху дворцовых переворотов либо исчезнут, либо будут серьезно пересмотрены. Многое сохранится. Табель о рангах действовала вплоть до краха Российской империи в 1917 году. Правительствующий сенат тоже вплоть до 1917 года функционировал, хотя значение его несколько изменилось в 19 веке. Но очень многое из этого знаменитого Петровского регулярного государства просто пропало уже при ближайших его преемниках. Допустим, полностью была ликвидирована фискальная служба, почти полностью была ликвидирована прокурорская служба. В середине 18 века остались только два прокурора, высшие прокурорские должности, генерал-прокурор, который следит за сенатом, и обер-прокурор, который следит за сенотом. Остальные прокурорские должности были упразднены. Были ликвидированы преображенские приказы Тайная канцелярия в эпоху дворцовых переворотов. Тайную канцелярию аж дважды ликвидировали. Первый раз при Екатерине Первой, второй раз при Петре Петре. Да, главам провинции уездов, снова Петровские дистрикты стали уездами называться, было возвращено название воеводы. То есть теперь во главе провинции уездов воеводы стоят и власть воеводы на местах стала неограниченной, как это было в допетровское время. В частности города были вновь подчинены вот этим самым местным администраторам. Основной орган контроля над городским самоуправлением, главный магистрат в Петербурге был вообще упразднен. Ну вот я перечислил только некоторые наиболее значительные изменения в системе государственной власти, которые произошли при ближайших уже преемниках Петра Первого. Ну и в остальном, да, вот можно говорить о весьма и весьма значительной ревизии Петровского наследства. В 1728 году вот этот замечательный персонаж, который тут на картине изображен, да, Петр Второй Император, он переезжает в Москву и за ним из Петербурга переезжает большая часть города, население города. Все высшие учреждения, да, вместе со своими служащими, все гвардейские полки, да, все почти столичное духовенство, ну, имеется в виду петербургское. Ну вот Петербург, как это отмечали многие современники, в 1828 году опустел, опустел, и многие считали, что жизнь в нем умрет окончательно. И это был бы, конечно, сильнейший удар по Петровскому наследию, потому что, ну, Санкт-Петербург, конечно, одно из главных, один из главных, да, вот элементов наследия Петра Первого. Ну вот, и только Анна Иоанновна, да, вернула столичный статус Петербургу и в России снова встал две столицы с 1731 года. Ну вот, кто знает, как развивалась бы судьба этого города и России в целом, если бы вот не эти метаморфозы на престоле российском конца, рубежа 20-30-х годов 18-го века. Ну вот, самодержавие, как мы уже с вами говорили, да, вот казалось бы, Петр столько трудился над тем, чтобы укрепить самодержавие, и в его правлении самодержавие достигает кульминации своего развития, да, но уже через пять лет после его смерти, причем ведь это были не какие-то посторонние люди, да, Верховный Тайный Совет тогда составляли те люди, которые выдвинулись в Петровское правление, да, которые заняли ключевые государственные придворные должности, военные должности, именно при Петре Первом, да, так вот, эти же самые люди, ближайшие сподвижники Петра, они взяли и самодержавие формально ограничено. Ну, у них это не получилось в итоге, да, но попытка, повторяю, весьма и весьма примечательная, и она последовала уже через пять лет после смерти Петра. Очень быстро. Ну, и вот отмеченный уже нами манифест о вольности российского дворянства 1762 года, который завершил превращение дворянства в преимущественно привилегированное сословие, тогда как при Петре оно было, конечно, преимущественно служебным. Вот, повторяю, это только некоторые, да, только некоторые примеры того, как при ближайших преемниках Петра Первого подвергалась ревизии его наследия, но, но при этом, да, в значительной степени преемники Петра продолжали, продолжали его политику, и, прежде всего, это, конечно, связано с продолжением европеизации, с продолжением европеизации дворянство рассматривается в качестве лучших людей России, да, это, собственно, вот риторика именно того времени, дворяне, именно, что лучшие люди России, именно потому, что это наиболее европеизованная часть, европеизированная часть российского общества. Ну, и так началось еще с Петра Первого, да, именно дворянство изучает иностранные языки, поголовно, грамотно, ходит в европейской одежде, без борода, да, оно и внешне, и внутренне, да, становится наиболее европеизированной частью российского общества. И оно же является главной опорой престола. Санкт-Петербург, несмотря на, да, вот этот кризис Петербурга в 28-30 году, все-таки остается главным центром европеизации России, в этом смысле он отчасти противостоит Москве, да, первопрестольной, второй столице страны, да, которая в 18 веке еще очень такие, конечно, выраженные черты до Петровского города сохраняет. Но Санкт-Петербург изначально это европейский город и главный центр российской европеизации. Ну и здесь приведены некоторые примеры, да, некоторые примеры того, как вот ближайшие преемники Петра, они продолжают Петровское дело, они развивают в России и институты, и учреждения, да, заимствуя европейский опыт. Вот, вот, открытие Петербургской академии, конечно, наук здесь было очень важным явлением, ну, достаточно сказать, что Петербургская академия наук до середины 18 века, это единственное в России учреждение, имевшее собственную типографию издания гражданских книг. Да, Петербургская академия наук это единственное учреждение, которое имело в своем, в своей структуре гимназию и даже университет, да, хотя академический университет функционировал не то, чтобы очень стабильно, да, но тем не менее, да, вот первые российские гимназии и университеты, они появились в структуре Петербургской академии наук. Да, подавляющее большинство академиков изначально были иностранными, подданными, и это, конечно, создавало очень такой важный и существенный момент интеграции нарождающейся российской науки в науку общеевропейскую. Ну и так далее, о роли Петербургской академии наук в европеизации России в 18 веке можно говорить бесконечно, в том числе и то, что, скажем, карты Российской империи, изучение ее отдаленных регионов, да, все это составляло важнейшую часть деятельности первых российских академиков. Вот. В это же время, да, появляется в России полицейская служба, пожарная служба, там, не знаю, императорская опера, да, и первые публичные театры. Первая публичная библиотека, кстати, самая первая публичная библиотека тоже при Академии наук была создана, а вот здесь я привел в качестве иллюстрации здание кунсткамеры, тоже, кстати, достроенная только при Ане Иоанновне, обратите внимание на годы ее строительства, она только основана была, началось строительство при Петре, да, завершилось оно уже в середине 30-х годов. Обратите внимание на имена архитекторов, которые принимали участие в строительстве здания кунсткамеры, это, ну, ключевые фигуры в ранней городостроительной истории Петербурга в целом. Так вот, именно в этом здании размещалась Санкт-Петербургская Академия наук. До того, как при Екатерине Второй, недалеко по соседству для нее было построено новое специальное здание, да, вот вплоть до Екатерининского времени, Петербургская Академия наук размещалась вот в этом здании, в здании российской кунсткамеры. Вот, то есть, да, вот подводя некоторые итоги, можно сказать, что главный смысл эпохи, исторический смысл, да, эпохи дворцовых переворотов, это не дворцовые перевороты как таковые, да, это соединение новшеств Петровского времени и традиций до Петровской России. Вот в этом, собственно, основное, основное значение эпохи дворцовых переворотов и состоит. Ну, о внешней политике, ладно, поговорим не в этот раз на последних наших занятиях, я немножко сюжеты, связанные с внешней политикой, пропущу здесь. Завершая сегодняшнюю нашу встречу, да, вот этот разговор о дворцовых переворотах как таком соединении Петровских новаций, да, и до Петровских традиций, вот обратите внимание на эту замечательную гравюру, раскрашенную Махаева, вид на летний дворец Елизаветы Петровны, этого дворца уже нет, на его месте находится построенный при Павле Первом Михайловский инженерный замок. Ну, вот чем не Венеция, да, вот почему Петербург часто называют Северной Венецией, на, вот посмотрите, это место, где сливаются мойка и фонтанка, на, да, совсем в итальянском духе, собственно, расстрелий его строил сам по себе летний дворец, да, вот окружают его со всех сторон летние сады, тем же расстрелий, собственно, спроектированные, да, гондолы, значит, перемещаются по соседним речкам и каналам. Вот такой, да, вот облик столичной России, столичной России, конечно, очень типичен для отечественной истории середины 18 века и является такой важной иллюстрацией процесса европеизации страны, которая на протяжении всего 18-го столетия происходила. Вот, ну, на этом я сегодня и так прошу прощения, как всегда я вас задержал. Закончу, у нас еще два занятия с вами остались, мы как раз вот на них поговорим о следующей эпохе, на последней 18-м веке эпохе правления Екатерины II, вот, там тоже много интересного, есть что сказать. Ну, а на сегодня все, на этом я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания.